Дело в чем, вот я наверное очень старым же, как-то вот первые говорю, что уже так в возрасте, но когда я учился в медицинском институте, нас прежде всего говорили, знаете о чем? О том, чтобы выработать клиническое мышление, чтобы лечить не одну болезнь, а целый организм в целом, чтобы понимать взаимодействие между органами и системами, чтобы понимать, как вылечить человека. А сейчас система простая, вот вылечите бесплатно, лечим-то мы бесплатно, вылечиваем за деньги. Правильно, да? Вылечиваем за деньги. И лечит так, один лечит одно, другой лечит другое, третий лечит третье. Вот, то есть орган, человек разделили как автомобиль на кусочки, один лечит, ну вот как в автосервисе приезжает, один лечит две лечения ремонтирует, другой ходовую часть, третий там краску наводит, вот это, и так далее. Такой подход к человеку, вот просто дикий. Если бы я своему педагогу, который мне преподавал терапию, сказал бы, а мы будем лечить по стандарту, у него бы, он бы не понял, как по стандарту? Ведь каждый человек индивидуальный, правильно я говорю? У каждого человека особенный, у одного одно, у другое другое. И традиционная, современная медицина сейчас пошла по пути, знаете такое умное слово, таргетная терапия. Вот, что такое таргетная терапия? И проводятся довольно большие исследования, берут, допустим, с несколько сотен больных, с гипертонией, назначают какой-то препарат и смотрят, что вот есть достоверное улучшение. Вот снижается холестерин, улучшается там сердечно-сосудистая система и так далее. И говорят, вот надо лечить всех вот этим препаратом. Если у человека гипертония, лечим все мои препараты. Другое исследование проводят в следующем обзоре. У кого-то гепатит, вот берут больных там огромное количество, лечат против гепатита этих больных, и говорят, вот этот препарат помогает гепатите. Надо всем назначать препараты гепатита. А в чем ловушка-то? В чем пакость для простого человека? Знаете почему? А в том, что сейчас подавляющее большинство людей коморбидное заболевание, когда не одно заболевание, а несколько. У него сразу и давление, и печень, и почки, и так далее. И по нашим современным стандартам, которые сейчас используются, ты должен лечь в стационар, лечить сердце, потом выписаться, и лечь в другой стационар, где будет лечить почки. А все взаимосвязано. Согласны? Конечно. Получается, что мы одно лечим, другое лечим. Ко мне подошел как-то один пожилой мужчина и говорит, вот у меня гипертония и гепатит. Вот пошел я к кардиологу. И он мне назначил препараты. Я читаю, а там противопоказания заболевания печени. У всех. Что он назначил? Пошел он к гипотологу. С печенью кошмар разваливается. Он назначил мне препараты. У всех препаратов, которые назначили, вот у него противопоказания. Какое? Заболевание сердечно-сосудистой. Он говорит, что мне пить? Понимаете? И вот, куда ни кинь, вот современный подход требует у человека очень узкого мышления, файлового мышления. То есть это вот здесь, это здесь. Американский подход, который, в общем-то, не способствует крепкому здоровью. А главное, лечить можно долго, а вылечить как-то не всегда получается. То есть спасение утопающих, дело в руках самих утопающих. Я считаю, что одна из основных миссий нашей компании, нашего сообщества, нашего братства, это сделать так, чтобы люди понимали, что происходит, и лечили весь организм. И вот это использование трансфер-факторов, это как раз тот ключик, который позволяет самым простым, естественным образом, лечить не отдельную болезнь, а весь организм. Итак, вы наверняка сталкиваетесь с таким фирмом. Вы приходите к врачу, он говорит, а где доказательства? А это что? Работает ли у него? Чего же вы мне какие-то там бады говорите? Ну, во-первых, что такое трансфер-фактор? Трансфер-фактор это и не бады, и не лекарства. Это и то, и может быть, и другое. Это, в принципе, биологический феномен, это те молекулы, которые вырабатывают организм, которые есть у всех, и которые, в общем-то, вместе... Вот сегодня у нас будет целая лекция о том, что нельзя рассматривать отдельную иммунную, отдельно-эндокринную, отдельно-нервную систему. То есть это весь в комплексе работает. Только так мы можем в целом сделать так, чтобы наш организм приходил в себя. И вот одно из важных звеньев с ауторегуляцией, с самодиагностики, с самолечения и профилактированных заболеваний именно то, что называется фактор переноса или трансфер-фактор. У большой медицинской энциклопедии аж за 85-й год все это очень хорошо написано. Ничего нового изобретать не надо. Все это известно. Конечно, можно в разных формах принимать. Это может быть биологическая активная добавка, это может быть лекарство, это может быть просто пища. Ребенок, когда сосет молозиво, это для него что? Это пища. А трансфер-фактор там находится. Когда делают укол с трансфер-фактором, который, ну, то есть леконормом темно. Это что? Это лекарство. Потому что укол — это опасно. Когда мы назначаем наши трансфер-факторы в виде капсул парорально, то это что? Это фактически биологически активная добавка. То есть мы можем... Сам эффект, что это действительно работает, не вызывает ни у кого сомнения. Есть учебники по иммунологии, вот по которым должны учиться все врачи. Там целая глава посвящена фактор переноса. Но все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Очень важный документ — письмо Минздрава Российской Федерации. Подписано ведущими специалистами российскими. Главным иммунологом и директором института питания. В общем-то, что уже... Как я говорю, курение вред, вино отрава, всем пить трансфер в Совет Минздрава. Есть российский препарат, афиналекин, который выпускался в России, но его не выпускают. Почему? Потому что очень дорого. Дорого из крови в донорах делать. Есть гипертранс, который выпускается на Кубе. М1 из Чехии. Китайский трансфер-фактор. Пожалуйста. Есть, выпускается трансфер-фактор. В Японии, в Китае, во Франции, в Германии, где еще? В Мексике, в Соединенных Штатах Америки. И надо понять, что это абсолютно безопасный продукт. Вот это очень важно. В голове многих врачей не укладывается, что как это так, абсолютно безопасно. Потому что у любого врача в голове сидит, знаете что? Каждое лекарство это что? Яд. Яд, правильно. Лекарство от яда отличает только дозировка. А здесь исследования, проведенные на животных, на 16 видах животных. Как только не кормили. Я вообще был поражен. Как только мы вытрелись. Взяли крышу. И вот на наши, если перечислять на человека, по 3,5 банки тро-фактора вливали им в желудок. Ну и здесь по весу. 90 дней. Ни одна не сдохла. Как ни пытались. Более того, они стали еще лучше. Себя чувствуют. Мы не планили, взрыв нажали. В общем-то, никакого вреда нет. Изучались тератогенные действия. Изучалось, как действует трансферфактор на хромосомы. Есть исследования. Хромосомы не путаются, никаких влияний нет. То есть, абсолютно безопасный продукт. Вот это больше всего и настораживает многих. Как это так? Все помогает, от всего помогает, и ничего не вредит. В голове врачей этого не укладывать. Дальнические исследования безопасности просто показали, что вот ну, как ни корни животных, крыс, вот это вот исследование. Вот вреда захочешь, не получишь. Вот на двух, ну, вот на беспородных крысах вот исследование проведенное очень интересное. Анализ активности структур тимуса и раннего иммунного ответа. Вот показали, что достоверно улучшаются физические показатели размера тимуса у животных. Это наука доказанных фактов. Противовоспалительный эффект на модели животных. Пожалуйста, показали, что уменьшается воспалительный инфильтрат при простатите. Следовательно, уровень сывороточков простатита снижается у некоторых животных. То есть мы можем лечить самые различные аутоиммунные заболевания. Простатит, это актуально? Очень актуально у современных мужчин. Но на животных очень много исследований, тысячи исследований. Неспецифическая эмоция, стимулирующая эффекта трансферфактора. В общем-то, трансферфактор влияет как на клетчатый, так и на гуморальный иммунитет. То есть это открой, пожалуйста, ВУДО. То есть здесь еще один важный момент, который хочется сказать, что трансферфактор имеет четкую дозозависимый эффект. Чем больше доза, тем лучше эффект. Вот здесь вот. Да. На животных это доказано. То есть чем больше мы даем трансферфактора, то больше активизируются клетки кейлера, больше вырабатываются, активизируются макрофаги, больше вырабатываются интерлекина-2, интерферона-гамма и так далее, и так далее. Ну, мнения ученых могут разделиться. По моему опыту, здесь чем больше даешь трансферфактора, иногда очень большие трансферфакторы спасают людей фактически в терминальной стадии. А потом, может быть, расскажу жуткую историю, которая у меня в голове закладывается. Все, наверное, слышали анекдот. «Санитар, санитары, меня куда везут?» «В морг». «А я, те же, еще не умер». «А мы еще не доехали». «А может, в реанимацию?» «Доктор сказал, в морг». «Значит, в морг». Это анекдот. Но был реальный случай. Я знаю такого человека, которого уже хотели везти в морг, а он, благодаря трансферфактору, выжил. Но очень большие дозировки. Буквально за ночь съел банку трайфактора, банку плюса и, так сказать, выжил. Интересно, исследования на животных еще в тем, какие комбинации лучше всего работают. Ведь у нас же несколько трансферфакторов. Вот исследования на животных показали, что наиболее лучшая комбинация это когда используется трайфактор и протеев. Именно трайфактор и протеев. Протеев-то не только трансферфактор. Оно оказывается, для того, чтобы иммунная система работала эффективно, нужен еще белок. А белок легко усвояемый. Антитела это белок, лейкоциты это белок. И вот комбинация трайфактора и протеев наиболее эффективно активизирует наши клетки киллеров. Трансферфакторы я вот уже эту таблицу все показываю, но еще немножко должен коротко остановиться для тех, кто впервые. Что они могут в целом активизировать иммунную систему. Могут это индукторы повышают общую готовность иммунной системы. Есть антиген специфический, то это уже снайперы, то которые действуют цельно-правленно против какой-то инфекции. Есть супрессоры, которые регулируют интенсивность иммунного ответа и успокаивают, если иммунная система слишком перевозбуждена. Марина метапа может потом более подробно нам расскажет про этот супрессорный эффект, который чрезвычайно большое значение имеет в программе антирич. У нас будет очень интересно сообщение буквально следующее. Ну и интенсивно-факторы активизируют многие звенья иммунной системы, активизируют самые разные и активируют выработку цитокинов, активность макрофагов и иммуноглобулинов джет. Здесь необходимо еще один момент сказать о том, как работает трансфер-фактор. Дело в том, что мы постоянно ищем волшебную таблеточку. Выпил капсулку и сразу помолодел. Молодильное яблочко и сразу все прошло и так далее. Как мне одна женщина звонит, у нее там 8 диагнозов все смертельные и говорит, мне бы вот быстренько все проблемы решить. Но профессор Стоф у хронических больных выяснил, что состояние активности клеток киллеров у больных очень низкое. И для того, чтобы привести в порядок иммунную систему, нужно несколько месяцев, 8-9 месяцев, чтобы она была эксцелент, великолепная. Поэтому здесь программа долгоиграющая. И Алексей Ярослав Чижов показал, что мы можем взять и действительно модифицировать биологический возраст, стать моложе. В чем доказал сначала на животных, а потом на добровольцах, что действительно можно взять и в течение короткого времени за 42 дня скинуть 6-8 лет по биологическим показателям. Об этом будет говорить Марина Митап, нам более подробно, но я просто не могу не остановиться, что здесь интересное действие трансферфактор, то, что не укладывается в голове обычных врачей, что если у человека допустим повышенное артериальное давление, то оно снижается, а если пониженное, то оно повышается, общерегуляторное. То есть лимонная система начинает сама ставить диагноз и привести в порядок все-все-все органы системы, и тонкие кишечники, и лимфатическую систему, и желудок, и почки, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это универсальная вещь, которая не укладывается в голове традиционных врачей. Они всегда привыкли, или что-нибудь возбуждает, или что-нибудь тормозит, или повышает, или понижает, а тут берет и все нормализует. Когда я впервые услышал трансферфактор, я сказал, такого не может быть, потому что быть не может, потому что не понимал, как это работает. Принципиально другая система работает. Не напрямую, как лекарство, а посредственно, через нормализацию работы иммунной системы. Тансферфактор сам непосредственно ничего не делает, работают для работы иммунной системы. А иммунная система уже вместе с нервной и эндокринной приводит в порядок наш организм. И мы, в общем-то, получаем очень хорошие результаты. Но это на животных. А что же на людях? А на людях получаются очень интересные вещи. Вот доктор медицинских наук Соловьева Ирина Леонидовна. Я с ней лично встречался в Ульяновске. Может, вы ее знаете. Она защитила докторскую диссертацию, которая четко обосновала, что если использовать трансферфактор, правда, она использовала афиналекин, то решается одна из проблем, которая волнует миллионы женщин. Ну, и, наверное, мужчин тоже. Знаете, какая? А опасно ли прививаться? А будет ли результат? Так вот, ее исследование, докторская диссертация, показывает, что если ребенку давать трансферфактор, то, во-первых, иммунная система включится нормально и выработается полноценный иммунитет. Допустим, делая прививку от кори, как вы думаете, сколько детей получает иммунитет от защиты? 70%. Правильно? Далеко не все. Прививку сделали, он все равно заболел. Поэтому нужно делать ревакцинацию, потом нужно еще ревакцинацию. Но главное, что боятся женщины, когда ведут своих детей на прививку? Побочных эффектов. Правильно? Так вот, побочных эффектов, если давать детям трансферфактор, вот если почитаете диссертацию Соловьева, нету. Во-первых, 100% практически получает полноценный иммунитет, а во-вторых, если давать трансферфактор, только не уколы, как она делала, а можно просто давать трайфактор или классик и никаких побочных эффектов. Вот это решение проблем. Можно спорить сколько угодно. Делать прививку, не делать прививку, опасно, не опасно. Вот Марина Метаповна считает, я тоже с следом согласен, что есть такие инфекции, про которых надо сделать обязательно прививку. Допустим, корь, столбняк, полимелит. Вот, кстати, Соловьева рассказала, скандальный случай. Мамочка 7 лет каждый год своему педиатру писала письменный отказ, чтобы моего ребенка не делали никаких прибег. 7 лет бумаги есть, все доказано. Через 7 лет ребенок получает травму, заражается столбняком и погибает. И мамочка подает в суд на врача за то, что та не сделала ей приезжать ребенку. прививки требуют от него огромную баснословную компенсацию за потерю ребенка. Ну, каково врачу-то? Вот что, вот поймите, вот на врачей много наезжают и все прочее, я тоже говорил там. А каково врачу, да? вот она мне полноценно не объяснила, для чего прививку делать. Я бы, если бы она хорошо мне объясняла, я бы сделала ребенку прививку, он бы не погиб. на решение там в другой плоскости. Сделайте ребенку нормальный иммунитет, можете сделать перевивку от столбника и можно спать спокойно, не боясь, что там какой-то случайной травмы ребенок может погибнуть. Клинические исследования сопоставимы с первой фазой клинических испытаний. Вот, допустим, клиническая эффективность препарата трансферфактов при лечении бактериального геноза у беременных. Вот, взяли 100 беременных женщин, была контрольная группа и так далее. Вот, в контрольной группе эффект был лечения 75%, в опыт 95%. В общем-то, великолепные результаты. Статистически достоверны, и мы об этом еще потом чуть-чуть побольше поговорим. Афиналекин в терапии аутоиммунного дерматита. Великолепные результаты. Тоже, вот, только 30% в контрольной группе получили результат и 55% больных получили результат трансферфактов. Но здесь, видите, афиналекин, это его совсем немного в отделе. Он, в общем-то, инъекционный дорогой препарат, который, получается, не так можно много ввести. А танцерфактор, его можно съедать в большие количества. И эффективность при атопическом дерматите с использованием нашего танцерфактора великолепные есть результаты. Можете познакомиться это уже отдельно. А дальше, значит, при раком груди, при различных других онкологических заболеваниях получаются очень хорошие результаты. Но здесь необходимо понимать, что, как правило, мы не можем сказать больному, ты вот будешь получать пустышку, ты будешь получать трансферфакт. Все равно надо лечить. Вот большинство людей лечили традиционными методами, но добавляли к лечению трансферфакторов, и это резко улучшало прогноз лечения. И здесь необходимо ввести очень важное дополнение, что трансферфактор достоверно повышает темпы и степень резоркции опухоли в сравнении с традиционной лучевой терапией. То есть при онкологии трансферфактор очень интересное исследование проведенное в Латинской Америке. В общем-то действие трансферфакторов на иммунный ответ у больных злокачественного образования, подверживающегося хирургическому вмешательству химиотерапии, лучевой терапии, достоверное улучшение состояния иммунной системы, прогноза и так далее. Но я не буду ссылаться на письмо Минздрава Российской Федерации, исследование в онкоцентре Балхинах, где лечение рака желудка показали, что люди, которые к лечению традиционному операции химиотерапии добавили трансферфакторы, прекрасно получили результат нормализации иммунной системы, великолепный прогноз. И вот еще одна вещь, которую я хочу заострить внимание. Вот, чтобы вы понимали, как работает трансферфактор и правильно реагировали в тех ситуациях, когда возникает скандальная вещь. ВОЗ изменила критерий успех клинических испытаний иммунопосредованные препаратами. Всемирная организация здравоохранения говорит, что нельзя традиционными мерками оценивать применение препаратов, которые улучшают работу иммунной системы. Почему так? Допустим, при онкологии опухоль у человека, он принимает химиотерапию или облучение, опухоль уменьшается, 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 врач говорит ура, как хорошо, а иммунная система снижается и вероятность развития рецидива повышается, повышается, повышается. Хотя, конечно, будем одно лечим, другое калечим. Вот, когда человек принимает трансферфактор, не обязательно обухоль, любовь практически, иммунная система как бы прозревает. Ну, непорядок. И любой студент, который хоть немножко изучал подфизиологию, знает, что такое воспаление. Ну, эти, да, признаки. Врачи есть. Это что? Тумор, повышение температуры, перейду на русский язык, опухоль, нарушение функций и так далее. То есть, признаки воспаления иммунная система бросает свою армию на решение проблемы, которая возникла. Вы знаете, что происходит? Если у человека опухоль, туда устремляется куча-куча клеток иммунной системы разбираться с неправильными клетками, или там какое-то инфекционное воспаление, что возникает? Опухоль. Опухоль увеличивается. Возникает боль, нарушается функция, поднимается температура, возникает интоксикация. Врач говорит, что за такое, бады-то какие-то, у тебя не хуже стало? Вот смотри, на УЗИ там увеличилась опухоль, на это все хуже стало, там температура вылезла, там еще какие-нибудь прыщи полезли, там все это по местам боевой славы так пошло. И получается, что оценивается не результат конечным, а оценивается проявление, первое проявление. Так вот, всемирная организация здравоохранения показывает, что нужно цыплят по осени считать. И в общем-то, нормальная реакция здоровой иммунной системы на воспаление приводит к тому, что организм должен взять и активизироваться, разобраться с этим проблемой, которая возникла. И в конце концов, прогноз, если дальше смотреть, получается совсем разным. Вот, мне очень нравится вот это исследование. Меланома, злокачественная форма. Взяли, вот, знаете, скажу честно, вот я много раз проводил исследование, когда одним мышцам вводил какой-то антибиотик, а другим не вводил общую контрольную группу. А на людях-то как? Да? У тебя вот есть средства, которые улучшат, прогноз улучшат. И вот одним дать, а другим дать пустышку. Вот, у меня есть очень книга «Охотники за микробами», где вот врачи очень часто повышают дилемму. А вот, чтобы доказать, нужна контрольная группа. А чтобы спасти не надо делать контрольную группу. Так вот, здесь 46 человек были в контрольной группе. Они делали только операцию и химиотерапию. А 100 человек было в опытной группе, которым добавили к лечению трансфер-фактора. И так вот, выживаемость в контрольной группе через 5 лет состояла 69%, а в опытной 99%. Из 100 человек умер один, и то в первый месяц у него уже была четвертая терминальная стадия онкологии. То есть, очень убедительные результаты. И когда мне говорят, а вот вы гарантируете результат? Я не гарантирую, но давайте смотреть, вы можете активизировать иммунную систему. И клинические исследования, ну еще вот, используют трансфер-факторы у больных с иммунной сепрессией. Великолепные результаты. Вот мне очень нравится это исследование Жанны Бетовны Полежаевой о особенности течения острых респираторных заболеваний у больных с атопиями. Атопия – это аллергия. Вот тоже тупиковая ситуация. У человека аллергия, у меня такое было, и ОРЗ. Чаще всего это какая-то хроническая респираторная инфекция сочетается. И вот что делать? Поднимать иммунитет, аллергия активизируется, снижать иммунитет гормональным препаратом. А что делать, если он задыхается? То инфекция активизируется. Вот здесь использование трайфактора позволяет одним выстрелом убить двух зайцев. И иммунитет повышается в плане борьбы с вирусными инфекциями. И успокаивается то звено иммунитета, которое вызывает атопию. Самое интересное, что вы знаете, очень важный момент, который мне с одной стороны обидно, с другой стороны уважение. Вот Жанна Бетовна Понежева, она провела эти исследования по собственной инициативе, абсолютно. Никто ей не предлагал, никто ей не платил, никто ей не заставлял, потому что она уже от безысходности надо как-то помогать людям, давай проведем такое исследование. Вот провела самостоятельно. Ни копейки, ни одной баночки, ни одной капсулки ей не дали. Она провела. И вот таких вот людей, которые готовы, вчера говорил о миссии, вот миссия помочь людям, огромное количество у нас, это очень сильно вдохновляет, что это не только наши, как говорят, афилиаты, люди, которые, а именно среди врачей, ученых, доктора наук, много людей, которые видят в эту миссию помочь людям именно решить проблему. Ну и мы с Мариной Метаповной тоже не остаемся, мы в общем-то вот две научные публикации за прошлый год. Я думаю, в этом году у нас тоже будут научные публикации по использованию трансферфакторов. Ну и заключение вот этих вот научных исследований хочется сказать, что вот здесь двойные слепые плацебо-контролируемые исследования, проведенные в независимой лаборатории в 2022 году, когда людям давали трансферфактор и определяли состояние их иммунной системы. Вот, уже через два часа оказывается иммунная система после приема настоящего трансферфактора активизируется. И хорошая новость состоит, знаете, в чем? В том, что компания Фолайф сейчас разработала такой приборчик, который, в общем-то, как, ну, примерно, как тест на беременность, только не плюнуть надо, плюнуть, на пластинку и она показывает состояние твоего выработки иммуноглобулина А. Эй, так, и по этому показателю, это один из самых информативных показателей состояния иммунной системы, вы можете уже через 15 минут в домашних условиях определить, какое состояние иммунной системы. Вот, как говорят, я сейчас всегда говорю, вот, человек принимает трансферфактор, видимых изменений может и не быть, но не видимых видимо-невидимо. Вот невидимые изменения мы можем снова увидеть. Это очень убедительно будет, я думаю, в ближайшее время постараемся мы добыть эти приборы, чтобы, так сказать, показать человеку, что было, что стало, вот какой твой иммунитет, как был, то стал. Ну, и нельзя не сказать про Элину Леоновну Брин, которая провела очень большие исследования, у нее уже больше 800 людей, которые сняли диагноз эпилепсии, использовали трансферфактор. Про Владимир Владимирович это Дали, который показал, что трансферфактор и на людях, и на животных нормализует все ферментативные процессы, что это мощный антиоксидант, адаптоген, повышает физическую устойчивость. Но я хочу сегодня сказать вам, дать вам очень мощный козырь, и я эту презентацию опубликую, но только вот те материалы, которые вы получите, у меня просьба, вы получите эти информации, но для личного пользования. Не надо опубликовать в открытых источниках. Я обещаю, что если кто-то будет публиковать и делать рассылку подобные материалы, то на наши мероприятия я его больше не буду пускать. Это вот чисто вот это довольно жестко. Своим людям можете говорить. Итак, доказательная база, доказательства. Дело в том, что доказательства класса А, это самая высокая степень доказательства, именно то, что требуют кохрановские исследования есть. А есть ли доказательства класса А? Так вот, среди, для доказательства класса А наиболее мощные не одни какие-то большие исследования, которые там сотни тысяч людей используют, а гораздо больше имеет мета-анализ, когда берут и исследуют несколько исследований, которые проходят в разных научных учреждениях, ну, в разных местах. И когда анализируется не одно, а несколько независимых исследований, и при помощи специального, причем, Хархановское общество именно разработало эти критерии, по этим критериям произвели расчет, оказалось, что там сфер-фактор абсолютно достоверно и эффективно работает. Вот. И вот системный обзор и мета-анализ именно то доказательство, которое позволяет именно уверенно сказать, что да, трансфер-фактор работает. Да, трансфер-фактор решает. Мы смотрели сейчас именно признаки иммунологической недостаточности при инфекционно-воспалительных заболеваниях. Именно вот эти заболевания. Провели очень большое исследование. Происели вот это мне помогал Павел Мазин, наш партнер из Кирова. И было найдено 413 публикаций, где говорилось о том, что трансфер-фактор эффективен при лечении у людей при различных инфекционно-воспалительных заболеваниях. Но дело в том, что не все анализы исследования могут быть там. Почему? Потому что в одной есть контрольная группа, в другой нет контрольной группы. в одном одна группа людей, в другом другая группа. И только включены в исследование системный обзор только три публикации. Вот, ну это вот исследование при лечении бактериального геноза, исследование в иммунотерапии атопического дерматита и ликемии. То есть исследования показали, что вот для метаанализа используют специальный такой график. Так вот, это вот логарифмическая шкала и вот если ну вот это вот показатели комплексные достигают этой черты, то это значит недостоверно. А здесь абсолютно достоверно с вероятностью 95% мы можем говорить, в том числе факторов вот обобщенный эффективно работает. И это вот можете в эту таблицу ученым показать, что действительно то есть это абсолютно доказанная вещь, то есть доказательство класса самое убедительное с точки зрения доказательной медицины, что он очень эффективен. Здесь смущает коэффициент вариабельности 71%, довольно высокий, потому что разные клиники, разные места проводили, но тем не менее это доказательство показывает, что мы имеем продукт, который реально может в общем-то помочь при различных инфекционно-воспалительных заболеваниях. Поэтому у нас есть теперь в руках все козыри для того, чтобы идти с врачами и говорить а вы знаете об этом, а вы знаете об этом. И я думаю, что мы и наши клеточки должны договориться, «Трансверфактор» поможет нам в этом. Будем ждать долго и счастливо. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ